И снова здравствуйте. Сегодня у нас опять в гостях ветеринар без границ Станислав Новицкий. Что делаем? Нифига у вас какая света тема у нас. Мы сегодня пилим, что-то смотрим легкие. Это все как обычно. Белки сегодня пилят зубы. Очень плохо. Я на самом деле все подпилю, но раз в полгода пилить такие вещи надо, оно все покусанное. Но в общем ладно, это все я решу. Слава богу, у вас без всяких удалений из чего-либо подобного. Сейчас моя маленькая. Опять Борисадис приехал, мы что-то. Конечно. Кося. Ольга, промывай. А мы думали, вы на Северном полюсе пингвинов спасаете, поэтому так долго едете к нам. Отправим вам маленький секрет, пингвинов на Северном полюсе не существует. Они живут чуть-чуть на другом полюсе. Ну вот. Развинчали миф, да? Да, очередной миф. Ну что это такое? Ну а на этом самом Северном полюсе есть верблюда. Достоверный факт. Очень тепло. Мы их лечили. Ну что там? Отдай просто мне зеркало. Удаленный снова не вырос, как видите. Десна красивая. Ой-ой-ой-ой. Вот тут все очень плохо. Ай блин. Видно? Угу. Что-то красненькое. А что там красненькое такое-то? Десна обнаженная. В прошлый раз было все хорошо. Что такое? Нет, нет. В прошлый раз был. Так, нет. В тот раз был просто скол. Блин. Записывать на операцию у вас буду 100%. Генетика? Да. Молодая лошадь же. Ну. Как так-то? Ну вот они говорят, это вопрос только генетического характера. Я просто пустим. Он вот с этим говорит, вы ничего не сделаете. Ну то есть оно вот так. Но при этом полтора года назад мы это фиксировали. То есть мы знали, что он так будет. Нет, не полтора года где-то. Правда, если говоря, я был уверен, что может быть он постоит еще какое-то время. Там половину зуба нет. По пульпе сломанный вдоль. Вот там. У нас такого пока не было. У нее был точно такой же. У нее был такой же, да. Вот так. Стой, стой, стой. Он прям по пульпе сломанный. Причем там, что самое интересное, я пальцами корешок-то чувствую. Вот так. И туда заглянуть прям, что типа вот так вот, да? Сейчас, сейчас, сейчас. Ага. Ой, блин. Причем всякое видо в том, что, скорее всего, будет тоже трепанация. Потому что я вижу снова. Ну такую же ступеньку. Ну точно такой же. Был такой же. Я думаю, я его прикрою как-то. Я тоже любой оставлю в любом случае. А он рядом или на противоположный, не поняла я. Вот, вот они зеркальные. Этот был здесь, а этот здесь. Причем, кстати. Ага, я так и подумал. Просто думаю. Раз, два, три. Да, первый маляр. Интересно, да. Одинаковые зубы. Да, они всегда и были такие же. Они же тебя не тебе. Я думаю, что с одной стороны есть проблемы, надо смотреть всегда на другой. Там, скорее всего, тоже. Угу. Я звоню. Слушаешь, да? Сейчас проблема в том, что сейчас поздно. Я уеду. Только сделаю конец ноября-декабрь. Ну, то есть, на месяцочек отсрочу. 309 на удаление, 409 отсутствует. У нее здесь 308 зуб выдавил 208 зуб. Он перерос. Вот здесь у нее диастема. Очень большая. И на 450 зубы школ. 22-е. Угу. И фамилия хозяйки, пожалуйста, скажите. Вот так выглядит зубки вашей лошади. Вот здесь с перероской. Стас его сейчас спилил. А вот это вот растет. Он просто продавит вам этот зуб. Сема между 409, 408 и 4010 школой. Генетика показала совсем другое. А исследования, которые раньше мы не знали, в чем проблема. То есть, было две версии, что это либо бактериальная теология, либо генетическая. И, ну, подмет сейчас пишет о том, что это проблема генетического характера, а бактериальная – это вторичная инфекция. Угу. То есть, те же самые проблемы с аденто-классической резорбцией, ну, и так тому подобное. То есть, пока еще не знают, какой генет за это отвечает. Но, как бы, факт то, что это, ну, закономерно все тут проследили. Поэтому, бактериальная – это вторичная теология. Другой момент. Есть еще такая штука. Но это больше к старым лошадям. Это наличие инфундибулярного кариеса. То есть, та самая история, почему мы пилим жевательную поверхность. А кто-то говорит, что этого делать нельзя. Вот сказали, посчитали, доказали. Прям 30 лет это исследование длилось. Что вот на этих вот, как в разбородочках, на желательной поверхности, каши налипают. И это способствует развитию того самого вороночного кариеса инфундибулярного. То бишь, ну, это все в пользу, как бы, кариеса, который чем-то вызывается. Вот. Но это не имеет отношения, конечно, к переломам. 13 лет электронным диастем. Ну вот. Короче, еще очень много чего не знаем, но уже хотя бы знают, куда смотреть. Ну, то есть, у нас ответы на вопросы есть. Как всегда запутал. Как всегда запутал. Снизу, слева. Это у нас 306,780, да? Я буквально подделяю связку немножко. Если спридерами я отработаю, и у меня просто она треснет, то все, пошли сразу сверлиться. То есть, там мы не будем три часа возиться с ним. Егор вышел из чата очень быстро. Егор поплыл, да? Да, поэтому... Да, он крови боится. Казалось. Мне ничего. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ